МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша информационная программа Республика в студии Юлия Важенина. Смотрите сегодня. Весь мир, театр. Глава Чуваши обсудил с молодежью перспективы развития непрофессиональных театров. Творчество для здоровья. Центр для особенных детей обзавелся гончарной мастерской. Прогресс на службе закона. Криминалистическая служба за 65 лет сильно изменилась. Прямая связь со всей республикой. Сегодня в эфире сразу двух радиостанций Национального и Таванрадио. На вопросы слушателей отвечал глава Чуваши Михаил Игнатьев. Вопросы главе Чуваши и слушатели присылали и заранее. Их озвучивали ведущие. В прямой эфир дозванивались жители разных районов. Из Чебоксарского интересовались строительством дорог. Из Батыревского спрашивали о ремонте сельских клубов. Модернизацию инфраструктуры в разных сферах затрагивали не раз. Я еще раз хочу это подчеркнуть. Мы те объекты, которые не могли провести капитальный ремонт, это объекты советского периода 30-40 лет. Там кроме покраски или там кроме косметических работ ничего не делали. Вот за определенный период времени мы взяли на себя такую ответственную миссию, эти амбициозные задачи, они выполнимы, в течение 5 лет отремонтировать все объекты, которые мы не ремонтировали. В сельское хозяйство, мусорные и транспортные реформы за полтора часа прозвучало более 30 вопросов. Многие из обращений жителей республики Михаил Гнаций взял на личный контроль. Их направят в министерство и ведомство для детальной проработки. В свете рампы продолжается окружной этап фестиваля «Театральное приволжье». Сегодня глава Чуваши встретился с начинающими артистами. Женечка, это кто? Это моя мама, Белла Львовна. Мама, очень приятно. Но зачем вы пришли на наше свидание с Женей? Понимаете, Женечка очень стеснительный мальчик. И первая девочка у него появилась только в 30 лет. Я даже помню, как ее зовут. А вас как зовут? Анжела. Ее зовут Анжела. Женя, это очень. До завершения окружного этапа фестиваля «Театральное приволжье» две недели. А значит, совсем скоро можно будет голосовать за понравившийся спектакль. В прямом эфире с помощью СМС. Итоги подведут в декабре. В финале выберут самых талантливых в трех номинациях. Лучшая режиссерская работа, лучшая актриса и лучший актер. А кто-то из нас, я абсолютно уверен в том, что станет настоящим профессионалом, мастером своего дела. На федеральном уровне, на мировом уровне у нас здесь наши уроженцы, уроженки, которые на мировом уровне состоялись. Вот это, да. Вот это парень. Среди школьников в региональном этапе победила студия Чебоксарского лицея номер 4 со спектаклем «Наброски судьбы». Постановка посвящена проблемам интернет-безопасности. Сценарий авторский, написан руководителем студии Русланом Медведевым. Это его 20-я постановка, причем 16 из них он написал сам. Им интересны именно те постановки, которые я пишу. Это не скучная классика, а именно это то, чтобы понравилось и этим ребятам, и их сверстникам, и другим ребятам, которые учатся в нашей школе. Поэтому я их таким образом вовлекаю. И из-за того, что мы два спектакля в год выпускаем, они сразу же живут вот этой актерской жизнью. Мой дедушка был вишней. Эта постановка признана лучшей среди студенческих на региональном этапе окружного фестиваля «Театральное Приволжье». Настолько пронзительно это первое, да, вы правильно сказали, да, у меня тоже наворачивали связи, потому что это на самом деле, вот, люди, вот, проживают эту жизнь, да, играя там, я думаю, они воспитываются, перевоспитываются. Такого масштабного проекта для любительских коллективов еще не было. Объединить более тысячи школьных и 130 студенческих театров – задачи фестиваля «Театральное Приволжье». Образование без культуры не может быть, потому что культура – это не просто как сопровождение, это, по сути дела, формирует нашего современного человека, формирует будущее нашего поколения. В эфире национального телевидения «Чувашия» можно увидеть все 28 спектаклей окружного фестиваля, в их числе постановки студенческих и школьных коллективов из Чувашии, Татарстана, Башкортостана, Нижегородской области и других регионов. Все спектакли в нашем эфире можно посмотреть в 9 часов вечера. Также видеоверсии спектаклей можно увидеть на сайте проекта театральнойприволжье.рф. Вот тогда-то я и придумал имя Феличи. Феличита означает счастье, а Феличи – счастливое. Юлия Важенина, Бахтияр Велиев, Республика. О ремонте, окончание которого ждут тысячи автомобилистов. В столице Чувашии продолжается масштабная реконструкция одной из главных чебоксарских магистралей проспекта Ивана Яковлева. Работа закипела там в начале сентября. Ход ремонта сегодня проверил глава администрации города Алексей Ладоков. Когда горожане смогут беспрепятственно проехать по обновленной дороге, узнавал Рифат Ваткулин. От кольца проспекта 9-й Пятилетки до улицы Ошмарина большое количество спецтехники. Рабочие круглые сутки готовят земляное полотно. Проведены самые сложные работы. Заменены подземные коммуникации, передвинуты ветки газа и водопроводов. Дорожники уже начали укладывать первый слой асфальта. На сегодня остается работа по врыске действующей сети новых линий и запуск газа и воды по новой линии. В нижние слои, конструктивные слои укладываем крупножернистые асфальтобетонные слои. После двух слоев это крупножернистые плотные и крупножернистые полости укладываем. И на них уже окончательно укладываем щеберничный маслический асфальтобетон ШМА-20, но лучше него в России пока не придумали. Подрядчики уверяют, такое покрытие прослужит долго и обеспечит хорошее сцепление шин. Общая протяженность дороги почти 2 километра. Работа идет в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Это одна из самых крупных дорожных реконструкций в городе. Стоимость почти 700 миллионов рублей из бюджета всех уровней. В этом году задача освоить 300 миллионов рублей и мы видим, что мы задачу выполним. В прошлый раз мы приходили, были вопросы с проектом. Подрядчикам эти вопросы решены. Сегодня мы видим, что работа выполняется в соответствии с установленными сроками, с утвержденным планом. Сомнений в том, что сможем запустить дорогу до конца года, нет. Запрет на движение автомобилей на время ремонта удручает автомобилистов, но позволяет ускорить все работы. Ведь через этот участок проходит более 50 инженерных сетей. Об этой дороге давно мечтали. В первую очередь просили жители поселка Южный Альгешево, потому что в очень плохом состоянии это была дорога. Всего трехполосная. Езжать в город одна полоса. И поэтому многие машины по канадской трассе заезжали через Альгешево, заезжали через Южный город. И, конечно же, это какие-то неудобства представляли для жителей. Теперь дорога станет шире. Полос будет шесть. Вдоль магистрали выстроит тротуарную сеть, установит освещение, светофоры и пешеходные переходы. Следующий этап участок улицы Ашмарина до Канажского шоссе завершится в 2020 году. Автомобилистам придется терпеть заторы сейчас, чтобы ездить по новым ровным дорогам. Потом. Рифат Фаткулин, Валерий Рязюков, Республика. Защиты от зеленого змея просят чебоксарцы у городских чиновников. Так называемые разливайки не дают жителям покоя. Руководство города регулярно получают жалобы на подобные заведения. Вот что показала очередная проверка. Вечер в увеселительном заведении в компании нетрезвых друзей сулит немало сюрпризов и не всегда приятных. Драки, шум и крики местным от такого соседства, пусть даже и законного, не сладко. Гости рюмочных и задержаны в отделениях полиции часто одни и те же лица. Проблема серьезная, сходу ее не решить. К поиску решения подключились депутаты городского собрания и народный контроль. Это все больная тема не только в нашем городе, но и в Российской Федерации на предмет соблюдения закона о правах потребителя, на предмет соблюдения санитарных норм и правил всех или иных заведений, на предмет реализации продуктов питания, которые реализуются через все круглосуточные кафе. Хозяйка одного кафе называет его местом психологической разгрузки мужчин после работы. Она в этом бизнесе 17 лет. В Чебоксарах таких вот центров психологической разгрузки, в кавычках, с каждым годом все больше и больше. У нас в городе примерно около 47 так называемых поливаек, а библиотека в городе 18. Как вы считаете, это влияет на общее отношение граждан к этому вопросу? Я думаю, тут ответ сам по себе напрашивается. Конечно же, это очень сильно негативно влияет, особенно на подрастающем поколении, на молодежи, потому что доступность алкоголя увеличивается. Продукты питания ничем не прикрыты. Возник вопрос и с приготовлением угощения для посетителей. Увы, однозначного ответа, откуда пироги, так и не прозвучало. В нашем случае замороженные тихи никто не отмел. Я на этот вопрос отвечать не буду. За 21 рубль стакан портфейна и конфеты. Такое угощение предлагают на этой точке. Вот только пирожки, вернее их срок реализации хранения, вызвал у контролеров много вопросов. Лежат они на витрине день или три, продавец понятия не имела. Выявили серьезные недостатки, связанные с выпечкой. Та выпечка, которая была сегодня нам представлена нашему потребителю, нашему посетителю. Все товарные ярлыки, которые были на той или иной выпечке, они не отображают срок хранения, срок реализации. И поэтому внешний вид не отвечал, не внушал уверенность в пригодности. С витрины выпечку убрали, но где гарантия, что это единичный случай и он не повторится? Необходим правовой инструментарий, чтобы выходить по жалобе жителей и пресекать деятельность таких заведений, утверждают участники рейда. Госдума сейчас рассматривает соответствующий законопроект. Идея такова. Установить минимум площади торгового зала 20 квадратных метров, где можно реализовывать спиртные напитки. Инициативная молодежь города собирает подписи в поддержку этого законопроекта. Пока же все замечания, выявленные в ходе рейда, направят контрольно-надзорные органы. Найдется ли управа на разливайке, покажет время. Наталья Мальчикова, Бахтияр Велиев, Республика. Детско-родительская студия «Три кита» открылась в третьей Чебоксарской школе для детей с ограниченными возможностями здоровья. Здесь появились гончарная мастерская и спортивная секция. Оценить новые направления развития особенных детей приехала Елена Романова, полномочная по правам ребенка в Чувашской республике. Гончарной мастерской в этой школе гордятся и педагоги, и родители. Стараниями последних она появилась. Преподаватели же привили детям любовь к этому занятию. Лепко руками успокаивает, ребята преодолевают свои страхи, становятся добрее. Нашим детям не только учебная деятельность нужна, все-таки больше хотелось к творчеству и к спорту, чтобы они двигались. Мы запустили работу гончарной мастерской. То есть мы этим очень гордимся, потому что, правда, думали, пойдет, не пойдет, очень здорово пошло. И дети все занимаются разных диагнозов, дети занимаются. И результаты хорошие. Спортивная секция под Хэквондо для детей-инвалидов здесь тоже появилась не случайно. Общественная организация под названием «Силы добра», которую создали родители особенных детей, выиграла грант фонда Тимченко. Такие проекты позволяют ребенку получить от жизни максимум возможностей для его развития и адаптации. А также помогают родителям не замыкаться только в среде семьи, но и позволяют им общаться между собой, применять всевозможные различные терапевтические практики для развития ребенка. В поддержке нуждаются не только особенные дети, но и их родители. Два раза в месяц на базе школы с ними проводят занятия психолог. Таким образом, «Три кита» – это работа в содружестве педагог-родитель-ребенок, которая, несомненно, приносит пользу всем. Ольга Алексеева, Алексей Зотиков, Павел Редков, Республика. Портрет инклюзивной семьи. Нестандартная фотовыставка открылась в художественном музее. Главные герои – семьи, воспитывающие детей с особенностями в развитии. Черно-белые тона фотографий настораживают лишь с первого взгляда. Со второго заметны тепло и свет, исходящий от героев на снимках. Их улыбки и жесты трогательны и не наиграны. Они яркие и без цвета. Глаза передает, на самом деле, то, что творится у людей на душе. И в каждой семье есть тепло. Показать то, что чудо-черно-белое, можно тоже передать тепло. Тепло каждой семьи. Более полутора тысяч кадров и по несколько часов на каждую из 19 семей, согласившихся поучаствовать в проекте. Фотосессия – это повод собрать родных вместе. У старшего сына Елены Займуковой уже своя семья. И таких снимков, где они в пятером, в их альбоме не так много. Я бы хотела себя показать, чтобы у меня глаза блестели. Мама была счастливее. Имея особенного ребенка, такого замечательного, чудного. Который нас удивляет, радует своими успехами, достижениями. Любящую, сплоченную и счастливую. Подсказывает малыш. За каждым снимком история совместных переживаний и преодолений, падений и побед. Эти ребята – воспитанники инклюзивного детского сада. Однако начинается все с семьи. Семья – это инклюзия в миниатюре. И я думаю, что каждый родитель должен рассказать и показать то, что у него есть ребенок с безграничными возможностями. Не могу сказать, что это ограниченные возможности, потому что все возможности наших детей, они безграничны. И это проявляется и в сегодняшнем нашем выступлении, потому что дети от малого до велика занимаются именно творчеством и показывают себя с разных сторон. Они дарят улыбки окружающим со сцены и теперь еще и со снимков, которые будут на выставке в художественном музее в течение месяца. Ирина Волкова, Андрей Спиридонов, Республика. Собака – не только друг человека, но и верный помощник во всем, в том числе и на службе. Наша съемочная группа отправилась в Шумерлю, где служит настоящий Мухтар. Ежедневную тренировку Мухтара легко принять за съемки популярного сериала. Только Муха, как его ласково называют между собой полицейские, самая настоящая следовая собака, состоящая на службе в Шумерлинском муниципальном отделе полиции. С служебной собакой я прошел обучение в 2014 году. В Ростовской школе города Егорьевска, филиал. И с этого времени мы с ним по сегодняшний день работаем вместе. Подготовка будущих служебных собак проводится самая серьезная. Четыре с половиной месяца учебы. И собака, потом подготовленная к службе, становится. Получает документ, то, что прошла весь курс обучения, сдала экзамены. И с этого времени стоит на службе МВД. В свободное от расследования время Мухтар проводит за тренировками. Общий курс дрессировки, поиск на местности, прокладка учебного следа. Служебная собака всегда должна быть в форме. Способности Мухтара продемонстрировали и нашей съемочной группе. Все вещи были найдены и возвращены хозяину в целости и сохранности. Столь же быстро и эффективно работает Мухтар и на настоящих преступлениях. Взять хотя бы недавний случай – похищение насоса из колодца частного дома в деревне Паиндайкино Шумерлинского района. Выехав на место преступления, Мухтар по горячему следу быстро вывел полицейских прямо к дому вора, который, к слову, находился в полутора километрах от места кражи. Надо сказать, что статистика раскрываемости таких мелких бытовых преступлений в Шумерлинском отделе полиции улучшилась во многом благодаря Мухтару. Богдана Дойникова, Валерий Резюков, Республика. 65 лет исполняется российской службе следователей-криминалистов. Эти специалисты собирают улики на месте преступления, находят невидимые на первый взгляд следы, которые помогают установить реальную картину преступления. Проводят исследования с применением так называемого детектора лжи. Смогла ли наш корреспондент Ольга Пырочкина обмануть умный прибор? И какие хитрые средства есть еще сейчас в арсенале экспертов в нашем репортаже? Осень прошлого года. В Чебоксарах родители боялись отпускать детей одних в школу после информации, что в городе появился педофил. Делом занимался следственный комитет, проведено множество экспертиз. Раскрыть личность преступника помогли кадры с камеры видеонаблюдения. Девочка шла со школы, за ней неустановленный мужчина пошел, то есть проследовал за ней, зашел в подъезд, где в лифте совершил в отношении нее насильственные действия. Видеозаписи были изучены отделом криминалистики, была установлена автомашина. Иногда камеры, кадры с которых могут помочь следствию, устанавливают в местах, где их не видно невооруженным взглядом. Выявив такую, с помощью специального обнаружителя можно раскрыть убийство. Так произошло в Козловке. В первые же сутки нами было обследовано колоссальное количество территорий, зданий и сооружений. С одного здания удалось найти, обнаружить, изъять видеозапись, которая нам впоследствии помогла раскрыть данное особо тяжкое преступление. Важнейшие улики – отпечатки пальцев. Часто преступник оставляет их на изоленте или скотче, которым, к примеру, заклеивает жертве рот. К снятиях помогает специальная жидкость – стикер «Лаб». Предположим, я преступник, беру скотч и заматываю потенциальной жертве, скажем так, рот. Во время обмотки касаюсь поверхности липкой лентой пальцами рук. Соответственно, остаюсь на этой поверхности три пальца рук. Берем нейтрализатор, брызгаем на поверхность скотча, и он идеально отходит. Если отдирать скотч без средства, отпечатки не сохранятся. И вот здесь фрагменты пальцев. Мобильный источник кариминалистического света может показать пятна, которые не видны при обычном дневном свете. В данном случае это просто следы от тяжелой мебели. Однако высветят такой прибор и то, что преступники пытаются смыть. К примеру, кровь лимнисцирует под ультрафиолетом. Про следующий прибор все слышали, но мало кто видел его в действии. Так называемый детектор лжи или полиграф. Выводы, которые получают при исследовании, доказательствами в суде не являются. Однако помогают следователям сориентироваться. На личном опыте проверено. Обмануть прибор практически нереально. Так я сразу выдала себя, солгав о своем имени. Вас зовут Клавдия? Нет. Ольга? Нет. История российской службы криминалистики началась в 1954 году. Все убийства, которые произошли за этот год у Чуваши, раскрыты. Ольга Пырочкина, Андрей Спиридонов. Республика. Сразу несколько событий произошло сегодня в Алатаре. Верующие встретились в православном центре, известном на всю Россию. Началось все с гранта, который выиграли в традиционном всероссийском конкурсе «Православная инициатива». Организаторы проекта – культурно-просветительский центр «Люди». Это они привезли в Алатарь выставку и телерадиожурналистов, пишущих, снимающих и рассказывающих на эту тему. Город известен своими православными традициями. Здесь находится один из крупнейших паломнических центров, расположенный в Свято-Троицком мужском монастыре. Есть и женская обитель Киева-Николаевский Новодевичий монастырь. Представители радио «Вера» телеканала «Спас» журнала «Фома» знакомились с городом и его жителями, чтобы потом рассказать о них на всю страну. Сама выставка – это фоторассказы о судьбах и истории жизни наших современников. Такой была эта пятница глазами корреспондентов национального телевидения. А я с вами прощаюсь. Хороших вам выходных. Субтитры подогнал «Симон»!